Как банды группы, вы прошли вокруг, где что-то, украинские банды. Правильно, как банды. Вот так ломать, разрушать, дерево разрубить, расширять. Везде, везде такой план устроят. Мы проснулись, народ простые. Вышли на улицы, в чем дело, что чего-то, что того. Кто отвечает, это со строительной площадкой будет. И все молчат, никто ничего не говорит. Все никто ничего не говорит. А потом высказались, это музыкальные вот такие. Они наглые формы, деньги зарабатывают вместе у нас. Мы уже устали, все люди, жители, мы ходили туда и туда, и собрались. И все, 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 помогите, пожалуйста, порядка. По поводу того, что был вопрос, что будет шумно, мы специально пригласили сюда специалистов, которые на этот вопрос сейчас ответят. То, что касается, вы говорите, деньги зарабатывать, должно сказать, что это исключительно социальный объект. То есть, никакие денежные средства. То есть, он будет бесплатный для всех? Конечно, он будет не для всех, он будет для детей. Ну, вы можете, я не могу сразу выступать и отвечать. Во-первых, он будет для детей данного микрорайона. Дети... А родители спросили, вот вы хотели, что здесь на площадке, здесь все против, понимаете? Как раньше, вы хотели меня услышать. Я могу выступить? Хорошо. Ну, давайте я тогда выступлю, потом вы будете задавать вопросы. Я на все вопросы, на ваши ответы. В данном микрорайоне, вот в данном микрорайоне, нет никакой дополнительной инфраструктуры для занятий спортом, развития наших с вами детей. Не то, что в шаговой доступности, а даже в близлежащих. А вам подождите, что ли, дайте сказать. Прекрасно оборудовано. Уже каток есть, бастетбольный, волейболый. Дайте нас качать. Дождите. У вас будет выглубление. Безусловно, безусловно, принимать решение нам с вами, взрослым. Но, уважаемые взрослые, давайте не забывать, что мы тоже с вами когда-то были детьми. И вот те интересы, которые у наших детей... Вы знаете, какое сейчас в современном мире происходит различные, так скажем, для наших детей отрицательные интересы. Здесь вопрос в том, чтобы наши дети с вами свою энергию, свои таланты направили именно в то русло, которые в дальнейшем им позволят стать достойными людьми. Вы знаете, что ребенок, если у него нет никаких интересов, вот эти вот пагубные привычки в виде наркотиков, в виде алкоголя... Я вам сейчас... Подождите, я вам объясняю... Я вам объясняю... Я вам объясняю, с какой целью, и что ни в коем случае, никаких... Что только с положительной целью было выбрано это решение. Если вы, уважаемые взрослые, мы с вами вместе примем решение не строить, мы в любом случае, развитие спорта в любом случае в городе Саратове будет продолжаться. Сейчас мы спросим другие микрорайоны, где жители захотят, чтобы у их детей была возможность заниматься спортом. Это все в наших с вами руках. Мы принимаем решения за наших детей. Я директор проектной организации Шляпников Василия Кирсановича. Ну, Санки, вы проектировали? Да, ужасно. Подождите, не надо, пожалуйста, комментарии. Я с 40-летним стажем запроектировал таких катков больше 40. По всем регионам России, не только Саратов. Значит, мы проектировщики... Ну, дайте сказать, я вам расскажу все. Мы, проектировщики, считаем, что площадка выбрана грамотно. А мы считаем, что выбрана грамотно. Ну, подождите, дайте я скажу, пожалуйста. Почему? Ну, подождите, дайте я скажу, пожалуйста. Потому что шаговая доступность. Бабушки, дедушки... Дальше, подождите. Вот я получал информацию, что мы загружаем существующие коммуникации. Мы никак не загружаем. Водопровод у нас к нашему объекту идет, подождите, с улицы Осипова. Идет, подождите, послушайте. Дальше, канализация с улицы Осипова. На те существующие коммуникации мы никак не садимся. Дальше. Двор мы благоустроим. У нас то, что мы спилим, вы сказали вопрос, посадим 12 кустов трехлетней... Туи, благоустроим, транспортируем. Мы делаем освещение наружное освещение. А все у нас дороги забираются. Видео наблюдение и дороги все подделать. Данная школа будет прикреплена филиалом и прикреплена к школе-микрорайону «Звезда». Дело в том, что у нас здесь дети, не только в школьном возрасте, которые учатся в школе. Мы привыкли, что у нас здесь зимой каток. Дети любого возраста, от двух лет, у меня ребенок, два года, мы купили коньки, катаемся. В любое доступное время, вечером, утром, днем, летом, мы играем в футбол, баскетбол. Почему нас этого лишают? Почему вас не лишают? Лишаете! Почему вы можете себе такое же место для игры в футбол? Но на территории школы. Нас туда не пускают. А территорию школы, как попасть, пожалуйста, скажите. Это все можно обсуждать. Нет, нет, даже нельзя. У нас дети приезжают, здесь возвращаются. Бассейн за пять лет. Потом, скорее всего, один раз, дети купались. Школа, он открытый бассейн, он работает только... Ничего не работает. Все, что вы построили, оно ничего не работает. Вы обидели, абсолютно. Хоккеем занимается ограниченная группа детей, преимущественно. И ограниченный момент времени, какие-то 3-5 лет. Потом люди живут дальше, а мы здесь останемся, вы понимаете? Я встретила одну такую женщину здесь. Говорит, что вам не нравится? Я внука возила за 3-9 земель в секцию хоккея. Я говорю, секция закончилась, и вы живете дальше, да? Ваш внук стал хоккеистом? Не стал. А мы здесь остаемся жить с холодильными установками, гудящими круглогодично. Мы все изучили, мы все изучили. Это здание высотой с 3-этажной. У нас 5-этажные дома. У нас 5-этажные дома. Моя мама выросла здесь, моя бабушка выросла здесь, я выросла здесь, и трое моих детей. Ни один мой ребенок не купался в посадку. Да. Я обращалась лично к Еве Юрьевне 2 года подряд. Возьмите ребенка. Я многодетная мама. Да там никто не купает. У меня же должны быть какие-то... Нет. Слушай, я разберусь с этим вопросом, просто о том, что он не работает. И послушайте, жители, вам дают обратную связь, что мы не ходим в школьный двор, детей не пускают, потому что дети там испортят, дети занимаются там вандализмом, за ними невозможно там следить, они там шумят. Понимаете, то есть для детей что-то строится, но сколько лет... Вот Дынкина нету, раньше был начальник благоустройства, да, сколько лет подряд я писала, привезите 15 мешков песка на детскую площадку. Меня все здесь знают, да, потому что я мамой являюсь 21 год, я активный житель нашего района, и меня никто не слышит. Я ходила к начальнику в этом году уже нового благоустройства, взял с меня заявление, песка как не было, обещал Дню защиты детей привезти, так и нет. Дети играют в асфальте. Сделайте, пожалуйста, вот из этого куска детскую площадку, пускай нам будет шумно от детей, пускай будет шумно от детей. А благоустройте, ведь набережную построили, да, вы посмотрите 50 лет октября, как благоустроили. Почему мы недостойны, мы не говорим, что мы против? Ну вы зачем говорите, что вы здесь? Потому что нас дискриминируют по сравнению с другим уселением. Я вам еще, я в начале своего выступления сказала, уважаемые жители, только из благих намерений было. Благими намерениями, да. Дождите, 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 дайте, посмотрите, кто из жителей района писал просьбу построить здесь ледовую арену? Путин все равно. Но и сколько обращений, и сколько обращений, и сколько обращений. Благопытой. Я каждый год прошу, и просили. Ну вы чего тут мне к нам принесли? Ну, Михаил, можно один вопрос? Вот и говорите, детей ледовую арену. Какой будет трафик работы? Какой будет доступ к нашим детей, как вы говорите, в эту ледовую арену? Мы с вами вместе будем. Там уже мы видели, что вы видите. С утра до обеда там уроки, занятия для школ. Вечером там два часа выделили для нас, это где-то там в планах есть. А какой общей доступности идет сейчас в данный момент речь? В 93-й школе, который был, пока не построили коробку. Мы хотим круглосусти. Мы вечером после работы работаем. Здесь вы видели только дети из школы. Лед нужно готовить. Это не такое. Хотят до школьного возраста дети сейчас. Вы поймите, это современного установка. Уважаемые жители, если не надо, строить не будет.